МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем доброе утро! Мы проснулись, сходили, позавтракали в замечательном кафе, собрались и выехали, сейчас едем опять по островам, в деревеньку Райан. На Лафатены. Ну что, посмотрите, какая вокруг красота, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А мы идем на смотровую, поднимаемся. Сейчас посмотрим, какая будет красота открываться сверху. М-м-м, не бойся, думаю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чайки атаковали судно. Чайки вообще дикие, конечно. Так, ну что, мы выехали, как вы помните, с утра. Около 200 километров нам было до деревушки Райане на Лафатенах. Но мы, на самом деле, уже очень долго едем. А все потому, что вокруг такая красота. И мы не можем не остановиться, чтобы не сделать фотографию, не снять какое-то видео, не рассказать об этом. Ну, посмотрите, как красиво. Ну, красиво же. Тут есть одна закономерность, что в Европе, что здесь, в Скандинавии, спортом занимаются все. И старый, и млад. И чем человек взрослей, тем он больше занимается спортом, как ни стран. Дедулечки, бабулечки еле двигаются, ползут в горы. На свежий воздух. Молодцы. «Музыка». «Музыка». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока я там снимал для вас красоту, Влада познакомилась с местными пожилыми норвежцами, довольно-таки веселые и, главное, общительные. Пока! 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 Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Такая уже бушующая, неспокойная и волна! На самом деле мы в деревушку Райн хотели приехать как минимум часа на два пораньше. У нас там было 200 км. По итогу мы пилим весь день. Сейчас уже 4 часа вечера. Связано это с тем, что останавливались мы просто на каждом углу. Красота повсюду нереальная. То есть нужно и пройтись, и сделать фотографии, и снять видео на все гаджеты, которые только есть. Поэтому едем так долго. Но абсолютно не расстраиваемся, потому что кайфанули мы по полной программе. А это самое главное в путешествии. Потому что еще раз напомню, в путешествии важно не его финальная точка. Потому что финальная точка это конец путешествия. А в путешествии важно само путешествие. И вот именно в этот момент и нужно получать кайф. Это мой вам совет. Получать кайф во время самого путешествия. Ну что, только что сходил, сделал фотографии. Хорошая точка. Сейчас покажу вам сколько здесь фотографов. Это наверняка какой-то фото тур. Мой вам совет. Если вы хотите как бы сделать супер минимальными затратами нечто подобное, то вам необходимо сделать следующее. Вам необходимо прилететь на Лафатену. Возможно взять машину в аренду. И когда вы едете, вы видите где стоят фотографы. Останавливайтесь, выходите и фотографируйтесь с ними. Точки выбраны идеально. Ну дальше все зависит от вашего мастерства фотографировать. Сейчас покажу какая у меня здесь фотография получилась. Нам осталось 5 километров до нашей деревушки, до которой мы едем весь день. Друзья, весь день едем. Но по какой красоте. Так, ну что, проехали мы немножко дальше. И что же вы думаете мы увидели? Огромную кучу сушеных голов. Друзья, воняет здесь. Как будто вы одновременно открыли 20 пачек с кальмарами и 6 с желтым полосатиком. И одновременно их начинаете есть. Девчайшая вонь. В одной замкнутой комнате. Да, все это происходит в маленькой коммуналке. Но интересно, я пирас так не вижу. Это вот, как говорится, это идеальные условия для того, чтобы вялить эту рыбу. То есть мошкары нет, мухи нет, жары нет, прохлада, температура 0 плюс 5 днем идеально, чтобы она здесь вялила. Вот такие вот рыбные дела в Норвегии на Алфатенских островах. А вот так вот развлекаются местные детишки. У них санки на лыжах, и они съезжают. Ну, кстати, и не только детишки. Ну, такие веселые ребята. Я бы тоже, кстати, попробовала бы. Так, ну что, мы доехали до деревушки Райн, докуда хотели. И сняли домик прямо здесь на берегу, на берегу Норвежского моря. Так что вот будем жить здесь, в рыбацком домике. Я думаю, что это вот он. Тора. Тора. Тора-гриль. Тора-гриль. Идем, смотрите, что у нас за домик. Ну, вот смотрите, вот такой. Во-первых, мне уже нравится расположение. О, смотрите, у нас есть люка наверх. Ребята, это охрененный дом просто. Я могу вам сказать, что это... Так, ну что, мы наконец набегались, как тараканы ужаленные. Потому что все вокруг очень красиво. Влад приготовил покушать. Мы сели. Сейчас кушаем. И я думаю, что двигаем поснимать ночну. Потому что там просто очень красиво. Вот те места, которые мы проезжали. Доедем сейчас до моста. Там по-любому сейчас зажили иллюминацию. Будет красиво. В общем, сейчас поедем. Сделаем несколько красивых фотографий. А каких вы их сейчас увидите. Всем доброе утро. Мы проснулись. И сейчас будем завтракать. Я буду завтракать женой. Ну, а я едой. Извини. Вот такая у нас вкуснятинка. Очень вкусное местное масло с джемом и с хлебушком. Да, мой гурман. Ну что, ребята. Мы прощаемся с этим чудесным домиком. Я думал, значит, скажут, мы прощаемся со мной. Нет, я не ухожу. Я остаюсь на канале. Так вот, мы прощаемся с этим чудесным домиком. И сейчас пойдем делать крутые кадры в горах. Да, перед этим мы сейчас пройдем здесь по району. По самой деревушке. Очень крутая деревушка. Всем рекомендуем. Деревушка называется Райна. 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 Так, ну что. Еще раз всем день добрый. Мы выселяемся из гостиницы. И опять меня радует вот это, знаете, скандинавское доверие. Мы должны сейчас ключик просто не занося на ресепшен оставить в этом ящичке. Так, ну что. Открываем. Кладем сюда нашу рыбку. И все. И закрываем. Сдали номер. Вот так вот, ребята. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Хочу передать привет спасибо Платову Спасибо тебе Летом-то, наверное, здесь проще идти, чем зимой А мы еще только идем здесь, вот вокруг Туннеля, еще даже наверх не поднимались Напомню, нам туда Поднялись совсем немножко, чуть тяжеловат Идет еще нам топать, топать и топать Вот так мы поднимаемся в горы На самом деле поднялись еще совсем немного И вот сколько нам еще, вот мы идем туда Представляете? Постоянная рубрика, как вы помните В нормальных водоемах, которые пригодны для питья Мы пьем и умываемся Сейчас именно это ей будет Вот такой экшен у нас Остался практически последний рывок Мы уже идем почти что вертикально в горы Мы уже ползем больше, чем идем Нет, мы бойцы Мы сможем Мы немножко не понимаем, куда идти Здесь попробовали Очень опасно Спускаться еще опаснее, потому что вниз уже практически обрыв Вот ребята думают, может там, может сейчас там пойдем В общем, пока непонятно, что нам делать Вон все стоим вертикально Вон один пошел налево Отчаянный парень, потому что там Вот смотрите, видите Ледовое вообще покрытие Все во льду Очень скользко Плюс крутой подъем Еще и вот такой вот мох находится Скользкий Ну, мы вам тоже покажем, какой у нас вид Вот так мы спускаемся Можно просто катиться Так, ну что Подъем был тяжелый, но спуск гораздо веселей Потому что для этого есть старый метод Катись в обрыв На жопе Но вовремя затормозить Поехали Примерно так Потому что там дальше, ребятки Обрыв уже И тормозить надо вовремя Ну что Друзья Подняться мы не смогли Слишком крутой подъем У нас оба бывали на вершине Постановились сейчас на привале Попить горячего чайку Повосхищаться окружающей красотой Поделать фоточки Сейчас план такой Мы идем Сейчас пожрем бургеров Переоденемся Это наша тема И планируем уже сегодня рвануть с лафотенов Чтобы успеть в Швеции покататься На горнолыжечке Вот примерно такой вот у нас планчик Топаем уже Тихонечку В сторону дома В сторону России Вышли на дорогу Сейчас пойдем За стояночкой у нас Вот там вот Короче берем сейчас Бургеры Мы вчера их ели Они очень вкусные Зая у нас же денег мало Ты что Бургер есть За сто рублей За сто крон Это сколько Я могу себе еще три булки купить И выйти в туши Это сколько Считай Восемьсот рублей Вот так готовят нам бургеры Бургеры Ну что, ты доволен? Да, это одни самых вкусных бургеров на лафотенских островах, которые я ел Это единственный бургер на лафотенских островах, которые приедутся Поэтому Это самый вкусный Не, ну это правда очень вкусный бургер Даже не только на лафотенских островах А и во всей Норвегии Ладно, это один из лучших бургеров, который я пробовала Очень вкусно Идем в обычную заправку Да, в общем, подкрепляемся и едем дальше Пока Всем привет Вы знаете, у нас в нашем Mitsubishi Pajero Sport есть кнопочка Которая называется SOS Она подключена к системе GLONASS И в случае возникновения какой-то ситуации нужно на нее нажать И я думаю, что должен выйти на связь диспетчер, который поможет нам чем-то Давно хотел на нее нажать И мы будем нажимать сейчас Вот в одной из самых северных и отдаленных точек от России В которой мы находимся в данный момент Это Лафотенские острова Давайте нажмем и посмотрим, что ответят нам российские операторы Так, выполнение экстренного телефонного звонка Вот звонок пошел Я думал, что мне ответят российские диспетчера ответили, не российские диспетчеры Ну ладно Так, ну что, у нас была возможность в принципе уехать вот на этом пароме Но мы не поехали Решили все-таки ехать, как и ехали до этого на машине Сейчас заедем на заправку и расскажем вам об одной интересной особенности, которые встречаются здесь в Норвегии Ну, она такая не очень приятная Но она есть В общем, есть два типа заправок Вот такая заправка, когда ты сначала заправляешься и потом платишь Это очень хорошая заправка И есть второй тип заправок Когда ты оплачиваешь картой сначала Они блокируют тебе 100 литров 100 литров здесь это тысяча чем-то Это больше 10 тысяч рублей И потом возвращают их в течение трех дней Мы когда ехали маршрут и заправлялись несколько дней подряд У нас в одночасье было списано где-то там 35 тысяч рублей Поэтому будьте к этому готовы Если у вас в тени, скажем так, в притирочку То это будет не очень приятно Ну, еще информация Когда мы не останавливаемся в отелях или где-то То мы заезжаем на заправки выпить кофейку Умыться здесь, сходить в уборную Иногда здесь есть Wi-Fi Поэтому тоже очень удобно Имейте это в виду Здесь заправки очень цивилизованы Да, и на заправках те же самые Салатики, кофе, какие-то комбо-обеды Всегда дешевле, чем завтрак в любой гостинице Вот примерно так Все, выезжаем уже из Норвегии Сегодня планируем быть в Абиско Это Швеция Где планируем покататься на сноубордах Вопрос стоит самый главный Сколько будет стоить прокат? Насколько мы почитали, что прокат дается только на 5 дней И даже если ты берешь доску на один день Ты должен оплатить все 5 Если это будут космические деньги И мы, к сожалению, не будем этого делать Но очень хочется покататься Очень хочется Поэтому сейчас едем в Абиско Нам 200 километров до этого городка Поехали И едем уже потихонечку в сторону дома А сейчас мы будем ломать воду Чао! Поехали! Поехали! Подписывайтесь на этот Дерв ChurchMAN! Поехали! Субтитры делал DimaTorzok Для них это опасный условие Если вы видите, если посмотреть в заднее зеркало, видно вам или нет, за нами едет тот чувачок на грузовичке Соответственно, в начале едет чистильщик, едет колонна, он пересчитал все машины, проехал и едет за нами завершающим Для того, чтобы здесь никто в пути, так скажем, не остался, не застрял, потому что не все едут на шипованной резине Все, конечно, на зимние едут, но не все на шипованной Метет до них эти условия, это уже суровые условия Вы не забывайте, да, не забывайте, что мы все-таки в арте Вот так там метет, как в кустыне снежной Да, чистильщик сейчас заберет следующую партию и повезет их обратно Вот так они здесь и живут В общем, как я сказала, что маленькие машинки, им проще держаться все-таки в стае В общем, они нас довезли до границы, мы заезжаем дальше в Швецию И либо наш в Швеции сейчас встретит шведский эскорт, да, либо мы поедем уже самостоятельно Шведский эскорт Шведский эскорт Шведский эскорт На шведском столе Со шведской семьей Шведский эскорт Шв satisfying Горько Продолжение следует...